Добрый вечер! Рядом со мной Лёля Хаммер и Святослав Моисеенко. Они выступили со своей песней. Сейчас мы спросим, как впечатление. Как впечатление у вас? Добрый вечер! Мы уже не первый раз на программе ТВ Шанс. Это наши давние друзья. Ну, впечатление должно от вас спрашивать, как с нашей песней, потому что это дуэтная песня. Вообще, ну, вы новая-новая, свежая-свежая. Автор – Святослав Моисеенко. Слова, музыка. То есть это человек, который не просто гениальный. У нас большинство артистов нашей эстрады поют песни Святослава Моисеенко. И мне так повезло в жизни, что это еще мой очень любимый, близкий друг. Вот. И у нас такая красивая дуэтная песня «Прощай». Святослав, как вы познакомились с Лелей? С Лелей как познакомились? Не поверится. На показе мод. Нас пригласили обоих в качестве вип-гостей на один из показов мод Шибиной, да? Да, в гостинку. В гостинку, да. И там мы познакомились и подружились. То есть было очень хорошо. А потом вот появилось такое желание сотрудничать еще и в творческом плане. Ну, потому что Леля – девушка красивая, видная, обаятельная. Ну, вот мы подумали, почему бы ей не спеть. Получилось. Святослав, специально для Лели писали песню или уже потом подобрали из того, что было? Ну, знаете как, песня… Нет, под Лелю еще Лелина, именно Лелина песня еще не написана. Вот. Но то, что она исполняет, это ей близко и идет от ее души, от ее сердца. А это очень важно на самом деле. Кроме того, вот ее настоящим хитом стала песня «А я еду». Да, она… Да, это вот она уже звучит отовсюду. И все знают, что это Леля Хаммер с ее песней «А я еду». Это была ее первая песня и очень удачно выстрелила. А песня «Прощай», песня о дружбе, которая еще есть в ее багаже, она как бы раскрывает ее образ, может быть, немножко с другой стороны, но очень симпатична. Не вижу. Я так думаю. И ваши советы начинающим, кто только хочет пробиться на сцену. От вас пару советов. Никогда не стесняться, ничего не бояться, идти вперед и плевать на сплетни. И создавать такие тандемы, как у вас. Ну, не только такие. Тандемы могут быть любые. Но, понимаете, главное не бояться и знать, чего ты хочешь, и просто к этому смело идти, делать, выступать. Вот я сегодня смотрел на сцене, да, ведь вот выступают там девочки, ребята, без особого голоса. Но им очень нравится, и они очень хотят. А это самое важное. Вот они должны получать, любой артист должен получать кайф от того, что он выходит на сцену. Если вот этот драйв присутствует, все получится. И не важно, что нету того, этого, что с репертуаром проблема, что голос слабенький, не важно. Важно, что вот человек ловит кайф от сцены. Все. Значит, сцена его приняла. От вас какие советы? И девчонкам, и мальчишкам обязательно верить, стремиться к своей мечте, и все будет от сердца, и все пойдет, все будет хорошо. Спасибо, спасибо за исполнение, вам творческих успехов, развития и новых-новых песен. Спасибо. Ну и ТВ-шансу процветания? Обязательно. Это наш любимый канал. Приходите еще. Всегда давайте людям шанс. Это очень важно. И главное, чтобы они им воспользовались. Пользовались не точно или нет? Да, согласен, конечно. Все, пока. Пока.